здравствуйте друзья сегодня у нас 20 июля среда ну и вот мы как-то неожиданно вернее его всегда ожидаешь но он наступает внезапно настал решительный момент или как сегодня сказал министр обороны остин мы вернее украина находится на переломном моменте но однако по порядку вчера адмирал кирби который является координатором по стратегическим вопросам белого дома второй раз за последние ну где-то месяцев 7-8 то есть с октября прошлого года раскрыл важные разведывательные данные полученные разведсообществом сша это делается редко то есть вот предыдущий раз это где-то было в октябре прошлого года а до этого я даже не помню когда потому что раскрытие разведывательной информации она чревато раскрытием источников а это так сказать смысл бытия это на чем держится любая разведслужба особенно если речь идет о агентурных источников и иногда для того чтобы их закрыть жертвует тактическими какими-то там соображениями жертвует даже поражением на фронте жизни многих людей как это было во время второй мировой войны то есть тот факт что второй раз за последние где-то месяцев 7-8 сша раскрывают вот эту информацию свидетельствует о важности всех точки зрения событий зачем они это сделали они сделали это для того чтобы послать сигнал вернее даже не послать сигнал открыто сказать кремлю путину что мы знаем что ты сделаешь 100 что ты собираешься делать и мы тебе этого не позволим второе это манифестация того что соединенные штаты вместе с украиной если бы как некоторые балаболы говорят многие месяцы и годы если бы соединенные штаты байден белый дом захотели слить украину они бы промолчали промолчали путин бы начал реализовывать свои планы как считается что он постарается сделать осенью этого года ну и потом как ах как неожиданно это и случилось ох мы не ожидали ну что ж теперь уже поздно реагировать вот так действует когда хотят слить когда же заявляет о том что мы знаем твои планы не позволим тебя осуществить и мы с украиной это серьезное заявление которое накладывает ответственность на того кто их делает кто делает эти заявления то есть белый дом пентагон соединенные штаты америки лично я делаю из этого два выхода два вывода что сша не дадут путину осуществить сделать всевозможное чтобы не дать путину осуществить его планы а для этого они должны помочь украине по полной программе теперь что это за планы а сейчас согласно американским разведывательным данным планы состоят следующим путин постарается захватить до даже срок назначен по большому счету до 11 сентября остаток донецкой области таким образом руках его будет донбасс к этому времени будут проведены всевозможные мероприятия необходимые по колонизации херсонской запорожской области которые включают себя выдачу паспортов если ты хочешь что-то там сделать на работу устроиться или там подписаться на коммунальные услуги и так далее ты должен сотрудничать с колониальной администрацией получить колониальный российский паспорт там меняется телекоммуникационная система телефон интернет телевидение то есть проходит предлагает какие-то льготы типа отмену долгов по кредитам но это все для лукавого это сегодня вот до референдума это все пообещают а после референдума мы вам прощаем то что мы вам обещали так обычно делается в гопническом режиме которым является режим владимира путина ну вот то есть вот такой комплекс мероприятий должен был быть провести проведен уже оккупированных областях херсонской запорожской областях на потом где-то первой декаде сентября объявляется о намерении провести референдум референдум ну так как как в крыму то есть референдум на штыках совершенно незаконные нелегитимные никто его естественно не признает но по-моему в кремле они и не думают об этом признании то есть бледная моля окурок он 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 пошел бабанк ему уже нечего терять выглядит он все хуже и хуже видимо что то что то он собирается совершить в остаток своей жизни вопрос успеет ли он захватить для реализации этого плана ему нужно захватить до конца донецкую область вряд ли ему это удастся вряд ли ему это позволят потому что а сейчас судну первым ответом на вот эти раскрытие этих планов то есть вопрос возникает а что же мы теперь будем делать я имею ввиду американцы и вот первый ответ прозвучал сегодня на виртуальной встрече в рамках контактной группы по украине или какие еще называют рамштайн групп это четвертая встреча она проходила виртуально на ней присутствовал министр обороны ллойд остин и герал начале комитета председатель комитета начальником штабов милле после назвал нынешнюю ситуацию следующим образом украина переживает переломный момент на поле боя ставки слишком высоки мы сказал он обращаясь более чем 45 других государств которые участвовали в этой конференции кстати туда присоединил там была молдова и даже грузия и вот обращаясь к ним он сказал что вторжение не спровоцировано не оправданно торжение россии представляет опасность не только для украины то есть вот эти тезисы я мне однократно подчеркивал и эти тезисы они делают невозможным поражение сша или они делают невозможным для сша поражение украины на поле боя и реализация замыслов путина потому что тогда летит к чертям вся стратегия 21 века соединенных штатов и их союзников союзников по англо-саксонскому миру и нато так вот это угроза не только для украины а всей европейской безопасности более того не только европейской это оскорбление международного порядка основанного на правилах которые защищает всех нас то есть вот всего по миропорядка которая сложилась после второй мировой войны и тут возникает вопрос неужели мы позволим вот этому шплинту из кремля все это поломать то есть после таких слов я не представляю как америка может позволить это сделать сегодняшней борьбе мы собираемся укрепить силы украины для завтрашних опасностей операций а также укрепить безопасность украины в долгосрочной перспективе то есть речь идет о том чтобы сейчас вот прямо завтра послезавтра ближайший период времени решить необходимой для украины задачи на поле боя а в перспективе то что я говорил раньше простым языком вооружить украину до зубов чтобы она стала одними из самых мощных военном плане государств восточной европы чтобы путин даже не посмел когда-либо еще на нее нападать в этой связи было объявлено что соединенные штаты поставят новые хаймарсы на этот раз в этом пакете было объявлено о четырех но это повторяю дальше я вам расскажу это все вот для решения задач завтрашнего после завтрашнего дня и так 4 дополнительных хаймарса ну и всевозможные автомобили нету спрашивают почему бы один из моих зрителей почему бы америке не поставить нам вот сейчас так просто тысячу автомобилей для поля боя ну всему свое время может быть не тысячу может быть какой-то разумные пределы размеры количество найдут но они будут поставлены ну и другую крайне необходимую поддержку поддержка необходимо там кругом там начинают средств связи между различными военнослужащими подразделениями в силу на поле боя это и рэп радиоэлектронная борьба всевозможные устройства подавления вражеских систем электронной борьбы и так далее мы будем оказывать помощь в сфере безопасности внимания сказал остин такие эти слова следующие он произносит впервые на историческом уровне для помощи украины опять-таки сейчас я буду вам рассказывать и мы постараемся понять что такое исторический уровень раньше он такого не 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 заявлял обратимся к моему любимому аналитику дэвиду игнатиуса который не говорит суе он говорит всегда по делу на основании разведывательной информации и ее хорошего глубокого анализа так вот значит по его словам стратегия соединенных штатов и видимо на то который с которой они я так полагаю поделились или поделиться с представителями своими партнерами по украине прежде всего с вас ул состоит следующем они считают что необходимо реально значит для того чтобы отбить те земли по крайней мере те земли которые были захвачены российской федерации с 24 февраля наилучший момент для украины наступит весной следующего года почему потому что но они считают что для крупномасштабного наступления в с у пока не готовы поэтому вот сейчас для того чтобы не дать реализоваться вот этим планам путина они такие что ему такие планы что им нельзя позволить чтобы они осуществили сейчас мы опять к вам придем к этому нужно не нужно их расстроить то есть нужно не позволить ему захватить аст по крайней мере остатки до донецкой области а лучше всего отбросить их и на донбассе и на юге украины затем делается пауза на зимний период а в это время происходит интенсивное перевооружение в с у а также массовая подготовка военнослужащих в с у для использования вот этой новой техники которая как пишет игнасиус течение этого лета и осени приоритетом нато будет поставка большого количества он говорит о ракетах прежде всего хаймарса большого количества этих ракет и другого вооружения для развития успеха американские и европейские чиновники мобилизуют оборонная компания это то о чем им говорил мобилизация в пк соединенных штатов и других стран европы для того чтобы ускорить производство оружия и а параллельно идет гонка по расширению подготовки украинских войск великобритания как я вам неоднократно уже говорил планирует закончить обучение за три месяца десяти тысяч военнослужащих дальше начнет подготовку новую партию и это будет умножено ее усилия будут умножены усилиями других стран нато таким образом украинские силы могут почувствовать себя достаточно уверенно чтобы расширить атаки этим летом на юге в районе херсона но реальный эффект от нового оружия и подготовки может проявиться следующей весной после ожидаемого затишья в боевых действиях украина будет в лучшем положении чтобы не только отразить возможные новые атаки россии россии но и отвоевать свою территорию вот такая стратегия то есть время нужно время но это время работает на нас на украину и на ее союзников почему важно не допустить полного захвата донецкой области и вот удержание врагом тех территорий херсонской запорожской которые они сейчас имеют потому что на 11 сентября как предполагается в россии в это время всеобщий день выборов вот и может состояться этот референдум но исходит референдум кто бы кто бы мог сомневаться он будет заранее написан в кремле в тиши кабинета объявят что местные граждане единодушно в едином порыве с песнями с плясками и звуками гимна российского просится в состав мордора ну и после этого их объявляют с основной частью этого мордора а после этого согласно путинской российской ядерной доктрине если представляется угроза территории российской федерации в россии может применить ядерное оружие вот на это и рассчитано то есть фактически провал или операции комбинационными силами или обычными силами обычными вооружениями в украине которые мы мы явно видим вот эти в течение этих пяти месяцев пытается компенсировать ядерным блефом ну и путин рассчитывает что он самый самый такой твердый чувак все конечно испугается и вот он усилием воли да это будет победа воли однажды такая уже была в конце тридцатых годов прошлого века к чему приведем мы знаем вот это 2 2 серии из этой же из этого же сериала триумф воли вот в чем собственно говоря заключается бредовая идея путина я думаю что это блеф я глубоко убежден почему сейчас объясню одним из основных инструментов внешне политической и военной стратегии тактики путинского режима это блеф которым я рассказывал неоднократно и самый такой серьезный блеф это вот блеф применение ядерного оружия то есть понятно что за время вот от сегодняшнего дня и до скажем весны следующего года у россии шансов на мощное пополнение своих конвенциальных сил до такой степени чтобы они могли добиться решающих успехов на поле боя в украине у путина такого панса потенциала нет импорт рухнул а вместе с ними те комплектующие которые необходимы для воспроизводства или даже даже и до до ремонта той техники которые российская армия потеряла в украине и доходы падают вот буквально сегодня вышли данные которые свидетельствуют о том что за последние четыре месяца то есть по состоянию на 15 июля этого года вот по сравнению с 15 июня российский экспорт нефти в страны азии прежде всего китай и индия упал вернее рухнул на 30 процентов и по мнению экспертов это свидетельно о том что все закрома хранилище потребности все емкости которые можно было для этого использовать индии и китай они переполнены больше российской нефти там не надо несмотря на ее бросовую цену но оттуда еще подвигается конец июня конец этого года когда евросоюз должен объявить полное выполнить полное эмбарго на импорт нефти а потом нефтепродуктов из российской федерации то есть короче говоря наступают вот они наступают вот эти черные времена о которой путина предупреждали но он считал что прокатит то есть вот этот блеф он ядерный он становится единственным пожалуй инструментом который он считает реальным и вот в этой связи как-то так вот интересно практически совпало по времени две вещи с одной стороны белый дом объявляет о раскрывает свои разведданные о планах путина в украине а буквально за день до этого в нью-йорк таймс появляется статья которая ну просто вот я такой такое впечатление что вот это она написана тогда когда я работал конторе то есть внешней разведки во внешней разведке и когда мы писали вот эти активные мероприятия это была опубликована статья в виде частного мнения написано одной дамой российской который сидит в париже там при где-то одну лет десять наверно назад кремлем были созданы две конторки одна в нью-йорке называлась что-то там типа институт борьбы за демократию как это чушь который возглавлял андроник мигранян а другую там дома была ученая из москвы она обосновалась в париже но данную даму со временем убрали как и миграняна из нью-йорке как не выполнивших свою задачу а вместо этого послали другую помоложе даму такую новое поколение разбитная такая судя по ее материалах и вот она написала статью которая является активным мероприятием смысл которого я вам тоже неоднократно рассказывал до кремле сидит придурок да у него есть сумасшедшие идеи но давайте уступим ему по мала папа по минимальной проект возможной программе в минимуме мизере потому что если нет он обидится и тогда все ядерная война то есть поскольку я уверен то там даже слог 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 тот который используют спецслужбах и в частности во внешней разведке смысл статьи следующем у путина есть три варианта но все они какие-то в первый он более менее реальный как считает автор он заключается вот в этом то есть статья была написана белья напечатана буквально за день до того как адмирал кирби объявил о планах путина и вот там буквально за день до этого пишется что путин хочет установить вернее объявить о присоединении провести референдум объявить о присоединении к россии донбасса и вот этого юга херсонская запорожская область так далее ну и затем референдум это самое принять на референдуме второй план второй план он ну так с очевидным налетом или проявлением сумасшествия то есть это полная капитуляция как там пишется киевского режима он капитулирует украинская вообще вся украинскость если можно так сказать культура история но все все что связано с национальностью украины и и сама сознанием все это стирается уничтожается все это замена за заменяется или присланными орками из москвы или коллаборантами местными коллаборантами то есть происходит полная русификация страны и она присоединяется к россии вплоть там до границ с польшей это кстати вот то что институт войны вашингтонский институт изучения войны проследил вот буквально на днях приблизительно такой план такое требование было выражено известным террористом стрелковым гиркиным но буквально вот как будто статью в этой new york times прочитал и институт если изучение войны посчитал это важным значимым событием как одним из вариантов это давление которое оказывается националистами российскими и может использую и может оказать важное воздействие на планы реальная кремля ну вот то есть она автор отмечает что да тут есть признак сумасшествия ну что делать путин как пишет она он уверен в том что он может и первый план осуществить и 2 это важно ну и третий план это вообще то есть идея состоит в следующем якобы путина как это видит аналитик есть плохой запад но есть хороший плохой запад а тот который сейчас это вот байден с демократами это более джонсон и с теми кто придет ему на смену ну и так далее тот же макрон тот же шольц и так далее поэтому с ними конечно ничего ничего сотворить сделать позитивного для кремля нельзя но одновременно есть и хороший запад это скажем доналд трамп который может объявить и может теоретически стать следующим президентом соединенных штатов америки а там у них маруся ле пен есть во франции но вот так вот то есть это люди которые выражают мнение и чаяние глубинных народов этих стран которым плевать на украину которым плевать на международный порядок на ценности которым главное это развивать бизнес отношения для которой главное бабло и вот уже с этими людьми то есть добившись первого или второго варианта на третьем варианте может так повернуться история лицом к путину что там ле пен придет власти то трамп придет к власти ну и вот и с ними можно тогда будет все порешать и про поделить и в заключении самое главное это признает да так мягко говоря человек неадеквате главное что он в это верит это хорошо что он верит на этом этапе почему потому что пока он верит угрозы ядерной войны нет все он будет добиваться он считает эти планы реальные будет добиваться но если он поймет что они становятся то есть ему оказывает сопротивление и планы оказывается невозможно одно из вот этих трех выполнить вот тогда мы оказываемся перед самой страшной угрозой ядерной войны то есть опять тот же самый месседж который до этого более 30 до чуть ли не 40 лет распространял здесь дмитрий саймс да и другие агенты влияния российских спецслужб и вот он опять то есть давайте может быть по минимуму его удовлетворим или умиротворим ну первый вариант самый нормальный да то есть не все в нем всю украину до польской границы по чуть-чуть и все будет хорошо вот такая значит статья была за день позавчера ответ ясен ответ уже прозвучал сегодня устами министра обороны соединенных штатов америки блеф не удался соединенные штаты на это уже не реагирует поэтому нужно хорошо подготовиться вооружиться подготовить свою личные состав к использованию эффективного этого оружия и дальше вперед в бой полной победе над врагом вот собственно говоря какая стратегия самое главное на сегодняшний день повторю ближайшие месяцы ну вот до конца осени этого года украина должна иметь достаточное количество вооружение от нато для того чтобы первое минимум программа минимум не дать врагу захватить полностью донбасс а оптимальный план это нанести ему удары на юге украины на том же донбассе чтобы и на юге украины откинуть его из тех территорий которые не контролируют что у него не было возможности к сентябрю месяцу к 11 сентябрю поставить на повестку дня в референдум о присоединении этих территорий там агрессору должно быть жарко ну и потом массовая подготовка интенсивнейшие с тем чтобы перейти к массовому контрнаступлению летом что необходимо для этого ну прежде всего успехи на поле боя и эффективное использование натовского прежде всего американского оружия это все есть то есть мастерство бсу проявили это важно это впечатлило белый дом теперь вот шлюз открывается и все это должно пойти многие спрашивали неоднократно регулярно последние недели месяца когда же ленд-лиз вот я думаю это как раз и есть тот ленд-лиз о котором пишет грандиус что этой весной осенью и зимой должно быть массовое ну то есть достаточное количество и по качеству поставки техники в украину который позволит стране решить те задачи которые вот я вам сейчас обрисовал а тем временем тем временем великобритании проводим проходит важное событие которые важны для украины прежде всего я только с этой точки зрения их анализирую финал образовалась меня стали известны два финалиста гонки за пост следующего примера великобритании это лишь в сунок бывший министр финансов и лис трасс пенни мордонт на которую вставили вставку многие не только я но и большинство рядовых избирателей тори в великобритании она была их любимцем пролетела но не страшно потому что ли страсс вот последнее голосование сейчас состоялась она сделала колоссальный рывок и очень близко приблизилась к суноку ну надо иметь ввиду что когда их еще было пять или шесть и всех них спрашивали по поводу украины все они вместе взяты и по отдельности включая сунока они говорили о их непоколебимой готовности продолжать курс бориса джонсона в отношении украины и сегодня же борис джонсон попрощался палате общин он попрощался сказать с палатой на при этом он продекларировал своего рода напутствие следующему премьеру там практически было в области внешней политики только два пункта первое теснейший союз соединенными штатами америки второй это всемирная поддержка украины которая должна быть долгосрочной и непоколебимой вот собственно говоря те самые важные события на мой взгляд который сейчас происходит и который касается украины ну и будем теперь наблюдать как они будут развиваться то есть на повестке дня мы подошли к реальной вот переломному моменту это будет битва не только за украину а битва за европей за сохранение европейского и международного миропорядка сша и нато должны и они уверен это сделать мобилизоваться и сделать все что необходимо для достижения успеха победы украине что касается украины то вооруженные силы делают все возможное что касается административного аппарата то на данном этапе очень важно найти взаимопониманиями пониманиями понимание полное с инспекторами ревизорами которые прибыли из вашингтона в киев и сделать ту систему учета контроля которая которая американцы предлагают и настаивают эта система как я понимаю учета и контроля должна работать как часы и от нее то есть она является ее установление запуске является необходимым условием для начала для запуска лэнд лиза будем надеяться что это произойдет вот на желаю всем вам дорогие зрители канала успехов и удачи до скорых новых встреч встреч